Вообще фехтование в 91 году было очень слабое. И в общем-то то, что я приехал, я, конечно, ожидал увидеть немножко посильнее. Все, что было в сборной Америки, задача была попасть в сборную команду, выступить на чемпионате мира или на Олимпиаде. И на этом все ограничивалось. Как выступить, никого не волновало. Самая первая была и очень значимая победа, когда мы выиграли первый юниорский чемпионат мира командой в 2001 году в Даньске. Это было начало, оттуда все пошло. Мы тогда уже заняли второе место, проиграли только итальянцам, а до этого мы там ближе, там 7-8 никогда не поднимались. Ты не начинаешь правой ногой быстро, ты делаешь левой очень быстро. Потом эти же дети стали выигрывать на чемпионатах мира уже взрослых. И потом они уже все пришли к Олимпиадам. Здесь финт удар, правильно. Призеров я знаю, у меня шесть олимпийских игр. А с чемпионатов мира порядка 25 где-то в этом районе. Меня зовут Юрий Гельман, я тренер по фехтованию. Вот приходит ребенок, он должен понять, что ему говорят, сделай это, он должен это делать. В первую очередь они должны быть работоспособны. То есть я им хочу работать и выполнять то, что я им говорю. Это самое главное. Если они не умеют выполнять команды, ничего не будет. Все, готовы? Опыт. Теперь вы еще раз. Я нужна для того, чтобы вы начали движение от вашей ноги. Вы понимаете? Это ваша большая ошибка. Взять, ноги, ноги, и вырежь. И тогда ноги вырежьте пара. Вы делаете ноги, и затем вырежьте ноги, и вырежьте ее. Вы не можете просто вырежать движение, это будет вырежать против вас. Нет времени, чтобы реагировать, потому что вы должны вырежать движение, чтобы вырежьте пара. Что я вам объяснил, вы вырежете ноги, вы не вырежете движение, вы просто вырежете ноги, и вы просто реагируете и вырежете пара. Вы понимаете? Пожалуйста, сделайте это. Надо просчитывать. Просчитывать, что делает противник. Идет цепочка принятия решений. Иногда ты просчитываешь на 3-4 входа вперед, что я буду делать это, он быстрее всего сделает это. А что он ожидает от меня? Что я сделаю потом вот это, а я сделаю не это. И получается, мы называем ловушка. Ты делаешь ловушку, словил его, отлично. Не словил, думаешь, ага, не получилось. Почему? Я сделал неправильно, он сделал неправильно. И опять начинаешь просчитывать. Но вся сложность у нас в том, что это как мы играем блиц. В шахматы есть время, а у нас времени нет вообще. У нас фиктовальная фраза, особенно в сабле, длится 1-2 секунды. Значит, практически все должно быть продумано заранее. И плюс к тому, что продумано технически выполнено правильно, по времени выполнено правильно. Начали. Нет, рано показало, я все увидел. Нельзя, смотри, в последнюю секунду рука здесь, вот ты уже когда здесь, только вот здесь удар. Вот русские сидят все чуть-чуть вперед. А вот француженки и итальянки сидят очень прямо, когда атакуют. Ты должна найти, как тебе удобнее. Никого не копируй. Мы стали менять мотивацию американских спортсменов, что это не только участие, но и выигрыш. И они считали, что практически невозможно им куда-то пробиться. И мы постепенно это поломали. Они стали верить, что они могут выигрывать, стали верить в себя. Сегодня, в общем-то, с американскими спортсменами считаются в мире все. Все.